Двадцать шестого октября Двадцать шестого октября В ликвидации опасной ситуации на новостройке принимали участие сотрудники ГУ МЧС, поисково-спасательные службы с Байкальского края, ОАО РЖД, ГИБДД и скорой помощи. Двадцать шестого октября в Читу прибыл уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Двадцать шестого октября в Читинский детский дом номер один. Здесь он посмотрел, в каких условиях проживают дети. В итоге высокопоставленный гость нашел под матрасом одну из детских кроватей, спички, а затем бычки в туалете. После этого Астахов зашел в библиотеку и сел за единственный компьютер, в котором обнаружил, что кто-то пытался зайти на порно-сайт. В этот же день Астахов посетил краевой специализированный дом ребенка номер один и центр образования детей-инвалидов. Кстати, в центре обмудсмен отведал пирог, приготовленный воспитанниками. Помимо кухни, где дети учатся готовить, Астахов посмотрел в центре специально оборудованные классы для детей с ограниченными возможностями. Танцевальный зал и мастерские. Перед уходом одна из воспитанниц подарила Астахову две картины, сделанные собственными руками. Отметим, что по объектам Павел Астахов передвигался на микроавтобусе «Шевроле». Ранее в СМИ сообщалось, что обмудсмен просил для поездки по Забайкалью Мерседес 2011 года. Корреспонденты Забмедзия поинтересовались у чтенцев, какие проблемы они в первую очередь хотели бы донести до Павла Астахова, уполномоченного по правам ребенка при президенте России, который с двухдневным визитом прибыл в Читу. Оказалось, что наиболее наболевшая проблема у жителей краевого центра – это отсутствие детских садов. Я бухгалтер детского сада военного, и вот у нас вопрос решается о том, чтобы закрыть военные садики, то, что они не нужны Министерству обороны. Но мы как бы против этого, потому что и так с садиками большая проблема, потому что не хватает и мест в садиках, а военным они по-любому садики нужны. И вот у нас такой вопрос, почему мы хотели бы, чтобы все садики как бы остались. Чтобы детские сады были, школы, и чтобы бесплатные они были. Хотелось бы только одно, чтобы на улицах города Читы поменьше было детей, которые с виду явно голодные. Об этих и других событиях читайте на сайте забмедиа.ру